Ну, я тебе скажу, вот по результатам 11-го тура, начала 11-го тура, на Энске редко и команды берут с собой артиллерию. Ну, вот мы, в принципе, сейчас это видим и по седапам, ни ПЗЗ, ни Синаджи не взяли с собой арту, все-таки достаточно большую часть карты занимает город, а в городе, ну, как известно, в принципе, достаточно несложно спрятаться даже от Бизончика, от М41. Тем не менее, всегда на Энске очень такие динамичные бои, редко такое великое стояние. Обычно все происходит достаточно быстро. Ну, это вчера, кстати, справились 5 боев, отыграли буквально за 23 или за 24 минуты. А тем не менее, можно 5 секунд до боя, я пробегусь быстренько по сетапу GoSynergy. Это 2.32, 2.45.02А или полутапков, недотапков, как их называют, альфа-тапков. Один из третий и 2Т1 в сетапе. Сетап без арты, как уже было сказано. Они у нас сегодня в цвете Blue Curacao. А что у нас сегодня покажут ПЗЗ? ПЗЗ сегодня с собой взяли 3.32, 2 альфа-тапка и 2Т1. Ну, кстати, решили ребята в этот раз без ИСО в третьих отыграть. Кстати, непонятно только вот почему ПЗЗ не взяли с собой ИСА третьего. Могли же взять. Ну, зато есть 32-й на его месте. Практически симметричные сетапы. Один из третий против 32-го. И вся разница, да? А я хочу сказать, что Синерджи прямо сразу, в наглую, по перрону, в Сталкер Юэй, как капитан команды, возглавляет. Вот, посмотри, посмотри на вот это, такое пам-пам-парам. Ну, я скажу, что ПЗЗ, скорее всего, их уедет, потому что, в принципе, Ген и БСХЗ сейчас контрят как раз проход по железочке. Сноу и Толик вместе... и два Толика. Сноу и два Толика сейчас в городе, в первом дворе. Я думаю, если что, они успеют вернуться к своей базе. А Синерджи, что интересно, доехали вот так вот до середины, середина чуть дальше и остановились. Только два танка здесь, а остальные двое на их базе. И Скиллмакс тоже. Ну, пытаются, ребята, сейчас наверняка понять, кто, где и за кем, и без разведки, я думаю, эти альфа-тапки так на перроне и останутся. Вот Скиллмакса покажу, он возле своей базы вообще катается. Возле своей базы же. Ну, Скиллмакс будет последним оплотом надежды, да, если сейчас ПЗЗ просто ломанет через город всеми силами, а там все-таки у них пять тяжей, и все они в городе, в первых двух дворах находятся. Если через город, то он будет первым трупом, а не последним оплотом, мне кажется. Ну, я думаю, одного тридцать второго хватит для того, чтобы успели вернуться альфа-тапки. Ну, посмотрим, посмотрим, стоят ПЗЗ сейчас. А Сины же потихоньку продвигаются. Вот Повал и Дорн на ИС-3 и Т-32 подъезжают все ближе и ближе за железкой. Ближе понемногу есть движение у ребят. Ну, тут лесопилка или завод какой-то, и вот по этой самой лесопилке, между ней и железной дорогой, продвигаются два тяжелых танка. Кстати, оба светляка, что интересно, тоже на зеленке. То есть в городе сейчас у Синерджи никого, они даже не пытаются его просматривать никак. Просто с этим временем, Принц Евгений и БСХЗ вдвоем на двух альфа-тапках стоят сейчас в первом дворе. Кстати, скорее всего, они будут первыми, кто встретит Синерджи на их пути к базе. И Скиллмакс уже тоже на железке тем временем, то есть все пять тяжей. Скиллмакс возле базы тоже на железной дороге. Интересно, интересно, кем же это все закончится. Ну, если вчера, вот я тебе скажу так, вот по воспоминаниям, горячим воспоминаниям. Вчера реально от команды, две команды, топ-команды, Раш-1 и Раш-2 сходились в городе с невероятной скоростью. Буквально на 30-й секунде боя уже начиналась заруба 5 в 5. То есть сейчас, как-то, команды, видишь, осторожничают, боятся друг друга, наверное, боятся раньше времени засветиться. Но вот лишь только... Ну, это то, что касается Раш-1 и Раш-2. Синерджи-то уже тем временем на базе противника практически. В круг еще не въехали, но уже все танки здесь, кроме Скиллмакса. Рус, Рус будет первым... Реально его не видно, ну и он сразу же увидит, я думаю, тамплеера из Талкера Юэй, которые сейчас вот готовятся к рывку. А Росос и Стрелликов тем временем на Светляках подъезжают на 2Т1. На 2Т1 подходят ребята сейчас, да, видно. Да, к базе уже подъехали почти впритык. Ну, интересно, на кого сейчас первого отреагирует Рус, на Рочеса, или будут все-таки ждать тамплеера из Талкера Юэй на альфа-тапках? А он уже их увидел? Нет, еще не видел, но я думаю, будет стоять до последнего, не открывать огонь и смотреть. Синерджи тоже пока никого не видят. То есть пока что для команд загадка, что... Где кто находится, да, пока еще не совсем ребята понимают. Ну и при этом, я смотрю, что сейчас активно прокликиваются квадраты F2, G3. И, наверное, группа, которая будет Сноу и два Толика, сейчас просто поедут через город. Я не понял, что это сейчас было. 2Т1, доехали почти до вражеской базы, развернулись и поехали назад. Просто. Мне кажется, я сглазил перед боями сегодня, сказав, что не было у нас такого еще на Энске великого стояния, да? Ну вот и Сноу и два Толика, Толик 79 и Толик 2033 уже подбираются, по чуть-чуть, по чуть-чуть по городу проходят. А их здесь встретят Скиллмакс. Скиллмакс тем временем переехал в город и катается так. Аккуратненько, выглядывая от окошки. Кстати, отличное место, Гридзе, это место очень нравится. Мне чем-то напоминает ДОТ, знаешь, такой именно от 32-го одна башня, все непробиваемое. Я даже видел, как ребята стреляют по машинам, которые... И вот они, дорогие наши. Да, есть. С Скиллмаксу дважды отстрелялись, уже 905 хп у него осталось. Новый Толик будет его агрить, что ли? Асиный Жей, четыре танка на захват. Нет, не на захват. Заехали в Крух и тут же два Альфа-Тапка отправляются в город. В город давить сзади товарища из ПЗЗ. Ну их будут встречать здесь. Будут встречать БСХЗ, Принц Евгений. БСХЗ один раз получил, один раз раздал. Видно Сталкера Юэй, видно Тамплеера, видно Повала, видно Дорна. И сейчас все ПЗЗ просто все возвращаются. Полным ходом. Четыре танка на захвате. Четыре танка на захвате. И Принц Евгений будет пытаться прорваться. Получил он на 600 сейчас Атамплеера и Сталкера Юэй. Еще на 300. Пытается БСХЗ прорваться, чтобы сбить, но два танка сдерживают его. АКЮЗ, АКЮЗ будет сбивать. Нет, не успели. Да, это захват. Вот так вот Синнерджи. Молниеносный. ПЗЗ не успевают сделать ничего. Ну смотри, по-прежнему нет конца. Да, до сих пор нет конца боя. Но надпись база врага заходит уже появилась и это конец. И это победа, друзья. И это уже 1-0 в пользу Синнерджи. Перемудрили, перестояли сейчас, по-моему, ПЗЗ ребятам. Нам было как-то резче, что ли, или проходить город, или, я не знаю, или как-то резче возвращаться. Может быть, стоило оставить один тяжик, по-моему, сзади. И тогда было бы... Что интересно, у них же кто-то все-таки палил базой, я так понимаю. Да, это был РУС на Т1, он постоянно стоял. И так и не увидел до самого того момента, когда уже практически, ну, уже все, въехали. Да, 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 он увидел уже в тот момент, когда они просто проехали через... Хотя там 4 тяжа и 2 светляка просто стояло в упор к этой базе. Ну, тоже, видишь, там вагоны ребята не поломали из ПЗЗ, да, то есть, хотя мы знаем, что на Эске это очень эффективно работает, когда ты уезжаешь с базы, оставляешь ее, да, чтобы не оставлять место для своего соперника, где бы он мог задейфиться, да. Даже, ну, это все делают. Это делали Денис Клоу, это делали Реды, одни, вторые, третьи. Все ломают вагоны. ПЗЗ решили не отстреливаться по вагонам. Остаются только такие платформы. Да, остаются платформы, через которые, или там остовы вагонов, через которые можно прострелить, вот, ну, в этот раз, видишь, ПЗЗ не собрались. Как я, кстати, на светляке ненавижу эти платформы, потому что едешь, концентрируешься на чем-то другом, и они такие незаметненькие, синий, и очень часто хлопы в нее. Ну, надо быть, надо немного. Есть модный официальный форум, я видел полосатые пологи такие, оранжево-черные для этих платформ, очень удобно, рекомендую. То есть, чтобы ты мог быстрее отреагировать, да? Да, чтобы она так уже светилась, четко в нее не врезаться. И вот смотри, опять у нас упал тренировочный чат, ребята сейчас будут списываться друг с дружком, капитаны, будут решать, когда давать старт. Вот, нам подали хорошую идею, мы сегодня забыли это сделать. Нужно будет сделать перед боями, создавать в игре канал, называть его там StarLadder TV, и все команды просто загонять туда. Загонять в один канал, да, и там их созывать потом. Да, все будет намного проще. Хотя, ты знаешь, если честно, часто встречаются, когда реально ребята из команд приходят перед боем, там, ну буквально там за три минуты до начала боя. И знаешь, и до... Надо собираться заранее, у нас даже в регламенте написано. Ну, команда не всегда это успела. Ну, вот, Гагидзе говорит, что я что-то поменял, какое-то разрешение. Нельзя менять. Да, вот так мы все понастраиваем, потому что плохо видно эксплит. И будет плохо видно. Так, ну что, есть старт, старт. Стар второго боя. Сетапы не поменялись. Все то же самое мы видим, что и в прошлый раз. Команды... Команды упорно не хотят использовать артиллерию у себя в своих сетапах на Энске. Надо сказать, какая-то мода пошла. Вот в первом сезоне, точнее, как сказать в первом сезоне, в Intel Challenge, в предыдущем нашем чемпионате, практически на всех картах все равно артиллерию брали. Пусть Грилля, пусть Бизона, да, но все равно без артиллерии практически никто не играл. А сейчас, видно, такая мода пошла, решили, что артиллерия, видно, пятого левела и ниже не так уж и сильно тащит. И даже на некоторых картах, которые, казалось бы, предназначены для артиллерии, я просто... Все равно не берут. Да. Хотя, если честно, вот я знаю, что Глоурус, например, вот вчера буквально разговаривали, да, об этом, что Глоурус на рудниках за один бой мог накидать там до 2000 хп снять. На гриле всего-то, четвертого уровня арта и 2000 урона в течение одного только там момента зарубы. Я поражаюсь, как многие команды, даже вот у нас слан-турнир здесь был, битва за Киев, на степях. На степях, на таких вот открытых картах. Не берут артиллерию, пять тяжей. Все. А тем временем Синерджи в корне поменяли свою тактику и все в городе. Ну, а я тебе скажу, что БСЗ отвечают так, как Синерджи ответили им в первом бою и сейчас реально ЭКЮЗ на Т1 впереди. БСХЗ за ним, приз Евгения дальше. Толик, Сноу и Толик. Опять же, боевая группа из 32-х держится немного подальше на третьей платформе. РУЗ остался единственным, кто будет, что ли, просматривать обход к базе. Синерджи один светлячок, это Рос, он в зеленке, Рочес, один светлячок на базе, а все тяжи в городе. Правда, они не пошли в атаку, а так вот посередине города заняли позицию, все, увидел, увидел светлячок полностью весь раш. Видно Стрельникова, накидывает по Стрельникову. Ну, кстати, не добрали Стрельникова, вот что самое интересное. Сейчас не добрали, просто проехал перед пятью стволами и сейчас еще сейвится от БСХЗ, вот так. И посмотри, и по-прежнему, вагоны не разбиты, ну и сейчас IQZ будет прятаться за одним из них, на нем будет один из захватов. И четыре танка теперь у ПСЗ, стоит на базе у Синерджи. Видно Дорна, видно Сталкера Юэй, видно Стрельникова. Но Синерджи-то уже все здесь. Видно Скилл Макса. И только сейчас начинают ломать вагоны, но IQZ по-прежнему стоит, захватывает. Здесь просто происходит мясо такое. Бодрое танковое Биоанокс. Размен, один на один. Забрали IQZ. Ну, кто же кого перестреляет-то? Стал Кюриэй на лоу ХП, догорел, забрали. Принц Евгений, 177, Скилл Макс будет добирать его, есть, минус Принц Евгений. Опять размен один на один, кстати. Команды показывают. По Дорну сейчас вдвоем отстрелялись. Выстрел от Скилл Макса по Сноуу. Толик с Темплайером один на один. И здесь 3х3 сейчас... Ой-ой-ой, Дорн. Минус Дорн. Опять размен один на один, посмотри на это. Ну и сейчас Толик ваншотный остался, будет прикрываться он за Сноууа. Но Бау, Повел добрал, есть, минус Толик. Скилл Макс, на нём фокус сейчас. Скилл Макс, вперёд по ХП. Нет, опять размен. Есть, минус Скилл Макс. Что же это будет? Сейчас Темплайера будут добирать. А Рохес тем временем-то на захвате, ты заобрати внимание. Пока здесь идёт перестрелка, Рохес. Переключись на него. Да, Рохес, один, единственный, приехал и захватывает лёжую базу, пока там все заняты перестрелками. Ну а тем временем сейчас БСХЗ и Сноуу будут добирать Темплайера, минус Темплайера БСХЗ. И сейчас на Повале будет фокус и снова как-то бы засейвиться, что ли, за БСХЗ. Он один остался против двоих, Рохес 39-40%. Боюсь, не успеет, успеют за ним вернуться. Ну, по идее, сейчас Сноу должен был отвязаться от БСХЗ, от Повала, оставить БСХЗ один на один с Повалом и просто ехать сбивать захват, потому что уже 50%. Ну, БСХЗ один-то Повала может и не затянуть. Ну, сейчас уже... Повал, 361 хп, будет добирать снова. Нет, не попадает, БСХЗ успел прикрыть его и есть. Все, минус. Остался один Рохес. Вдвоем они успеют, мне кажется, перебить захват. Все-таки в два раза быстрее захват, чем на одном танке. И, кстати, они... Они остались на захвате, кстати. Остались на захвате оба, да. А может быть и ничья, ты знаешь, вот так вот полоски-то ползут, ползут, но остается совсем мало времени, чтобы успеть обогнать по захвату команде ПЗЗ. Вот сейчас уже 90%. Мне кажется, обгонят. 95, да. По идее, должны обогнать. 99, 100, а у ребят еще только 94, 95, да. И это, скорее всего, победа ПЗЗ. Не факт. Вот 98, да. Победа ПЗЗ. Победа ПЗЗ. 1-1. Вот так вот. База решает. База решает, реально. Ну смотри. Мне кажется, это не база. Обе команды показали раш через железную дорогу. И, блин, у обоих получилось, а город не проходит. Не проходит город, и все. Видишь, ребята заезжают в город и не успевают вернуться. С другой стороны ехать на железную дорогу. Мне кажется, это не база. Здесь все-таки решило то, что одна из команд показала лучший фокус, оставила... То есть у ПЗЗ был сейчас лучший фокус, чем у... Да, осталось все-таки в конце. У Синерджи. Преимущество по тяжам. По стволам они успели его реализовать. И все. Ну да, и плюс то, что сейчас осталось два танка все-таки на захвате, а не один. Да, то есть Синерджи очень хорошо сделали, не отдав этого светляка и поставив его на захват. И чуть-чуть, буквально на 5 секунд розницы это был бы выигрыш. А так вот. Имеем то, что имеем. Я думаю, на самом деле, если бы Стрельников в самом начале не остался убегать там от Альфа-Тап, а сразу же поехал на захват, то тогда к тому моменту, когда... Да, когда 2 Т1, да, брали бы базу и вряд ли бы... А если бы кто-то вернулся из ПЗЗ к себе на базу, да, за двумя Т1, то Синерджи перестреляли бы просто оставшихся, да. Да, то есть потому что у них было бы там преимущество 5-4. Но Синерджи выполнил очень важную роль Синерджи. Да, он с самого начала показал засвет, да. Показал, что происходит. Если бы Синерджи чуть-чуть замешкались, они могли бы не успеть... Не успеть просто к сбитию, да. ...избить захват. Они приехали как раз вовремя, вот тогда, когда это было нужно. Так, третий бой. Третий бой. Третий бой в этом матче, да, и у нас 1-1. Посмотри, пятое место в ладере против двенадцатого, а какое напряжение это идет? Так будет постоянно, но... Нельзя сказать, что вот какая-то команда явно сильнее другой, несмотря на свою такую разницу. Да, хотя вот вчера мы видели бои, когда ребята тоже вот играли, например, шестое место с третьим, да, и сыграли 4-1. А тот же, например, те же ящерицы, которые были на девятом месте и играли с ТД-42, которые были на третьем месте, к сожалению, проиграли со счетом 5-0. Мэф, если ты нас смотришь, возьми меня в друзья в скайпе, у меня есть для тебя разговор. Ты все-таки хочешь стать их менеджером? Не-не-не, я не об этом, у нас суток человеча-размова. Так, ну что ж, где, где, где старты уже? Хорошо, почему не пришла голда за конкурс? За конкурс еще голда не отправлялась. За конкурсы, ребята, мы отправляем голду раз в неделю. Потому что каждый день начислять по одному человеку, ну и для нас и для Wargaming, это не совсем хорошо. Мы вас собираем в такую кучку и сразу за неделю, то сколько у нас там получается в неделю, там 10-15 человек, в зависимости от того, сколько мы выкладывали фотографий. Мы отправляем сразу же. Да, или один Андрей Попов. Нет, уже не один Андрей Попов. Уже не один. Со вчерашнего дня, вот вчера у нас конкурса не было. И вот со вчерашнего дня, но на самом деле уже с сегодняшнего получается, у нас будет действовать следующее правило. Только один раз в неделю можно стать победителем конкурса. То есть вот Андрей Попов у нас уже... Дважды? Ну, за эту неделю даже не дважды, а больше раз. Вот чтобы такой ситуации не было, чтобы люди не говорили, как же так, мы тоже хотим, и ай-яй-яй, и это нереально, это совершенно нехорошо. Чтобы дать всем возможность. Победить. И шансы, да, чтобы не было такого явного преимущества одного человека, который либо является специалистом по танкам, либо является очень хорошим пользователем Google, мы даем возможность участвовать всем. И только один раз в неделю можно стать победителем. То есть Андрей Попов сейчас получает такой банлист на неделю, он не может участвовать в данном конкурсе. А даже если дает правильный ответ, он не сможет получить за него приз. Поэтому мы просим вас, ребята, воздержаться всех победителей этой недели от ответов в данном конкурсе до конца этой недели, до воскресенья, включительно. Ну, вот так вот сказал главный судья нашего турнира. Ой, спасибо, так браво меня разобрал РУС сейчас. Сетапы. Сетапы команды решили не менять, ну и в этот раз ПЗЗ уже не так быстро ел в город. Они решили задефить, что ли, пятую линию или проехаться даже по ней, потому что Толик БСХЗ, снова еще один Толик и Принс Евгений позади немного. Сейчас, кстати, проходит пятую линию. Что интересно, Асины же разделяются. Сталкер Е и Томплеер на альфа-тапках, на железке, нет, не на железке, тоже на пятой линии выглядят. Да, и видно Томплеера. Увидели Принс Евгена. Вот, а еще трое в городе. А еще трое в городе. Ну и сейчас, походу, у Томплеера будут большие проблемы, потому что на него едет два Толика и Сноу. Ну, однако, Сталкер Е здесь еще есть, то есть их здесь двое на самом деле. А вот и получает Сноу и Толик. Видно Дорна. Видно Сталкера Е и ребята сейчас понимают, что у них бой в 5-5 и сейчас ПЗЗ будут просто растянуться со всех сторон. Сталкер Е разрядился, Томплеер разрядился. Сноу 389 получил, 298 ответили по Дорну. Ой-ой-ой, посмотри, там Толик-то уже совершенно нехорошо ему себя чувствовать. На лоу-хп. Да. На лоу-хп. А у Синерджи практически все танки еще целые. Да, и видно, как выезжает Сталкер Е, видно, как выезжает Томплеер. И ничего не могут сделать ПЗЗ. Вот только первый раз получает Томплеер. А у ПЗЗ уже половина танков побиты. Толик на 362 хп, кстати, могут его и добрать, могут и сфаншотить. По второму Толику не попадают сейчас, попали в машинку. Как же мешают эти машинки. Да, машинки часто мешают. Аааа, машинка. Мы часто видим, как ребята просто перед тем, как начинать атаку, просто расстреливают эти машинки. И влетает сейчас Толику еще 240, еще 342. Еще раз, еще раз, 598 остается. Его сейчас ассистят. 366, и вот минус столик. Вот так вот Дорн на 32-ом порешал. Сейчас Сноу под фокусом. 494 хп у него остается. Ну, отстрелялся он сейчас на 378 по Томплееру. Давят, давят. Сталкер Е и Томплеер выезжают. Сейчас будут убивать Сноу. Нет, Сталкер Е сдерживает Принц Евгена. Видно Дорна, видно Пола, видно Скилл Макса, который обходит. Получает Сноу сейчас 170 хп. Это он ваншотен. Принц Евгены БСКЗ проезжают мимо Сталкер Е, полностью проигнорировав. Просто его едут на базу противника. Что же это такое? Обходят. Обходят ребята сейчас. Да, потому что их обошли. Они будут обходить дальше. БСКЗ тем временем поехал на захват. Там плеер ваншотный. И Евгений будет его просто прикрывать. 47 хп тут не особо ты прикроешь. Все, минус принцип. Это 5-1. 5-0, извиняюсь. 5-0 в данном случае. Ну пока еще 5-0, но тем временем IQZ берет базу и БСКЗ берут базу вдвоем. Ну да, но только 4 те же, так к ним уже приехали. И минус, минус IQZ. Не успел БСКЗ прикрыть от Сталкера и UA своего однокомандника. Да, если бы он успел, то сейчас к нему доедут. А он там всего лишь один. И захват идет. Скиллмакс на захвате. И не только Скиллмакс. И два светлячка тоже из Стрельников и Рочес. И мы констатируем победу Синерджи. Еще одну победу. И это уже 2-1 в пользу Синерджи. Это я понимаю, напряженочка такая у нас сегодня. Молодцы, ребята. 2-1. Ну сейчас посмотрим, чем ребята ответят из ПСЗ. Ну должны же тащить на полную. Представляешь, сейчас 2-2 и потом нища. И вот так вот ребята с 5-го места не получат ачей от ребят с 12-го. А на 5-м месте обидно. Мне кажется, когда есть 3 призовых места, самое обидное место даже не последнее в турнире. Четвертое. Четвертое, да. Но у нас 4 места, которые приедут к нам в Киев на лан-турниры. И быть пятым. Занять 5-е место. Это совсем чуть-чуть. Ты в одном шаге. И сейчас надо набирать походу ребятам по максимуму. По максимуму. Просто по максимуму. Да. Синерджи, давайте ребятки, собрались. Мы верим в вас. Сейчас они довольно сильно отстают от 4-го места. Но если они затащат все оставшиеся бои... Ну есть и шансы, да. Сейчас только 11-й тур. Это не 14-й, это не 15-й. Поэтому всякое может еще случиться, впереди произойти. То есть и посмотрим. Вот на данный момент, если ты покажешь монитор, мы сейчас увидим, что происходит. Сейчас АСС на 4-м месте. Вот так вот показывают. 27 очков. 27. Синерджи 16. А у Голл Синерджи только 16. На 11 очков разница. 11 очков разница. Но это 3 победы. Я вот так лучше буду показывать. Это 4 победы. 4 победы даже. 4 победы. 4 победы. Сложно, но в принципе реально. Ну, в принципе реализовать... Поэтому нужно еще, чтобы АСС, либо РАШ-1, либо ТД-42 Деннис Клоу выигрывали. Проигрывали. Да. Тут это достаточно сложно исполнимо. Но кто знает, кто знает. У Синерджи еще есть шансы попасть к нам на ЛАН. Финал. Если они хорошо отыграют оставшуюся часть. Ну что ж. Не меняют сетапы. Вот скиллмакс прогрузился. Я хотел сказать, не прогружается. 8 секунд остается. До начала боя прогрузился. Скилллмакс все нормально. Сетапы прежние. Команды абсолютно уверены в своих тапках. По 2 альфа тапка, да. По 3-32. Ну и... А, нет, подожди. ИС-3 же у нас был. У Синерджи. Да, у EQZ был Синерджи. Да. Удорно. Удорно. Удорно был ИС-3. Все-таки поменяли ребята. Да, решили, что ИС-3 не тащит. Не надо. Ну, идентичные сетапы. Один в один. Кстати, я сам вот являюсь игроком. Да ладно. В свое время капитанов команды. Я не верю тебе. Раньше считал, что Т-32 все-таки такой наиболее сбалансированный тяж на 8 уровне. А сейчас вот после последних всех изменений, когда ИС-3 мы там экраны добавили, все. Очень бодренький танк, ребята. Ну, я тебе скажу так. Тем временем пока ПЗЗ снова занял любимое место Гагидзе. Будем его теперь называть так. Это можно вот здесь вот посмотреть. Толик, Толик и Принц Евгений сейчас втроем держат первый двор. И на первую линию сейчас подходит... Нет, БСХЗ. БСХЗ решил со Сновом тоже сгруппироваться. На первой линии EQZ полностью просвечивает все. А Синер же делает то, что у них хорошо получается. Заняли двумя альфа-тапками перрон и три тяжа у них в городе. Вот увидели Сноут Т-34. Есть засвет со стороны ПЗЗ? Нет, не видят. ПЗЗ не видят. А его как на ладони. Вот все, пропал Сноут Т-34 из засвета. Оба светлячка на зеленке. Стоят, ждут своего часа. Когда же на захват? Когда же на захват? Ну, ПЗЗ тем временем. БСХЗ и Снова пытаются как-то подъехать поближе к базе. Принц Евгений, Толик и Толик. 20-33 сейчас отходят от двора. И сейчас будут, скорее всего, ждать... Ждать Синерджи. В первом дворе. И смотрят. Контрят, ребята, сейчас пятую линию, на которой собрали Синерджи. Но пока что засвета все так же нет. Вот мне интересно. Роль такого пассивного светляка, стоящего в кустах на Т1. Вот здесь они более-менее действуют. А часто светляк просто весь бой стоит. Это как в командах определяется? Это наказание. Или по собственному желанию. У нас есть встреча. О, дуэль светляков у нас сейчас будет. Да. Недолгая дуэль. Стрельников выбирает Руза. А вот и второй светляк. Видно сталкера Юэй. И сейчас начнется. ПЗ уже готовы. Синерджи тоже уже готовы. Они расположились на пятой линии, на перроне. И в одном из двориков. Ждут. 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 И пока что никого не дождались. Никто не едет. Никто. Никто не едет. Все прекрасно понимают, какая ответственность. ПЗ просто отстреливают бетонные заборы. Расстреливают машинки, чтобы им ничего не мешало. Ну и готовятся, ребята. Скилл Макса Синерджи перегоняют сейчас на железную дорогу. Подкрепление к двум альфа-тапкам. Ну и кстати видно Скилл Макса сейчас. Что интересно, сейчас Т1 и той и другой команды стоят практически возле вражеской базы. На изготовку. Когда завяжется бой, надо становиться на захват. Надо становиться на захват. Вот видно и Кьюзет, который кстати подъехал уже на К1. Синерджи 2 светляка. Это может оказаться решающе. А Синерджи по чуть-чуть подтягивается. Подтягивается и подтягивается под ПЗЗ. Дорн уезжает назад. И Повол уезжает назад. Что решили сначала светлячка выдавить что ли? Найти и убить? Сиконт дестрой, как говорится. Сейчас посмотрим, что они делают. Да, АКЗ видит Дорна. Ой-ой-ой, АКЗ. Вот и минус АКЗ. Ну видно было Повола, видно Дорна. Ну и сейчас по ПЗЗ никак не реагируют. Ребят, ну что ж такое, вы же понимаете. Тут было... Против вас осталось 3 танка. Выехали в пятером, добрали. Нет, не хотят. И вот казалось бы, танк занимающий 1 очко всего лишь. Да, в сетапе. Ну это глаза. Первый левел. Это глаза команды. Не только глаза. Вот в данном случае, если бой завяжется и 2 светляка станут на захват, а с другой стороны светляков-то и нет, то избить неким и на захват поставить некого. Вот в такой ситуации вот этот светлячок там даже один может оказаться решающим в бою. Повал переезжает на железную дорогу. Дорн возле своей базы крутится. А ПЗЗ что? Все так же без действия? ПЗЗ все стоят в одном дворе, и ребята как-то не собираются проявлять никакой активности. Они сейчас лишились просто двух танков в сухую и стоят. Мне кажется, это сейчас может... Это закончится, скорее всего, еще очередным захватом от Синерджи. Плачевно закончится для них. А им нельзя сейчас проигрывать. Если они сейчас проигрывают, все, это проигрыш матча. Это три очка для Синерджи. Принц Евгений, БСХЗ, возвращаются. Все танки у Синерджи сейчас уже на железной дороге. Дорн и Повал движутся к базе противника за железной дорогой. А трое, три тяжа стоят и кроют пятую линию. Ну и есть, видно. Видно Пауэлла. Видно Рочеса. Видно БСХЗ в свою очередь. И видно Стрельникова. И сейчас Сноу, Толик, Толик 79, видят Сталкера и УЕС. Сталкер стрелялся сейчас от Сноуа. Синерджи подтягивают своих трех тяжа с пятой линией. 326 для Толика. Ой-ой-ой, сейчас будет очень тяжко. Да, ведь три тяжа Синерджи сейчас со второй стороны сзади заходят. И контрят их сейчас БСХЗ, Принц Евген. Видно, как Повал и Рочес пытаются зайти на захват. Фокус сейчас стоит на Сталкере и УЕС. Сталкер УЕС 700 хп. Ну это на три выстрела. Раз. От Толика. Два. Сноу. Сноу тоже очень мало хп, 50 хп. Сталкер УЕС умирает. Скиллмакс тоже ваншотный. Сноу от 34 умирает. Ну и сейчас будет минус Толик. Толик, 9 хп. Ну и сейчас четыре танка на захвате стоят, минус Толик. Минус Толик. Четыре танка на захвате, только трое на сбитии. Принц Евгений получает от Тэмплеера. Тэмплеер практически фулловый. Всего один раз в него успели разрядиться и четыре танка берут ставки. Сейчас умрет Принц Евген. Нет. БСХЗ по поводу сбивает. Минус Стрельников. Сейчас Тэмплеер по-моему просто задавит Принц Евгена. Нет. Сейчас будет минус Рочес. Должен быть. Минус Рочес. Есть. Минус БСХЗ. Ну и Толик один остался против троих. И последним остается Толик против троих. Хоть у него и 1200 хп. Но в троих, конечно, он не выдержит. Не затащит. 294-268 он отдает. Ну и это три очка для Синерджи. Это 3-1, ребята. Это три очка для Синерджи. Ну и осталось сейчас только узнать, с какой разницей команды закончат бой. И Синерджи таким образом подтверждают, что не зря у них пятая позиция в ладере. А у ПЗЗ 12-я. Ну да, все-таки пятая позиция. Это действительно серьезная. Ну это вот сразу за ребятами, которые приезжают на лан. Вот сразу за лидерами. Вот сейчас они стали еще на один шажок ближе к этому. Сейчас им нужно отыграть еще одно драгоценное очко. Сейчас у Синерджи уже будет 19 очей. Ну и посмотрим, какая разница. Сейчас у них разница, правда, небольшая. Всего плюс 3. Но у Асес разница плюс 25 к тому моменту. Представляешь? Ничего себе. Это колоссальный разрыв просто. Казалось бы, одно место в ладере, а какой колоссальный разрыв? Да, 22 очка по разнице. Ну и 9 очей в ладере. Это да, это серьезно. Ну, команды давайте. Чем сейчас не шутят? Последний, пятый сход. Меняю свои команды сейчас местами. Сейчас наняются базами. Все-таки вот ты говоришь, база, база. Мне кажется, в данном случае команды показывают довольно достаточно симметричные тактики. Сейчас, по-моему, синерджи затянули вот за счет тактики. То есть они вовремя сделали клещи такие, знаешь, как клешня Дэнни, Дэннис Клоу. Наверное, Дорн научился тактики. Клешня Синерджи? Да, тут клешня Синерджи, потому что Дорн вроде как к клешне имеет прямое отношение. У нас уже есть Дэннис Клоу, Лаки Клоу, у нас уже будет Синерджи Клоу. Да, вот, и Дорн такой говорит, эй, ребят, я знаю тактику. Какие за тактику сейчас показывают? Скептически настроен по этому. Меня, говорит, научили в клешне, говорит, надо заходить и с одной стороны, и с другой стороны. Они говорят, а как поделить пять танков? Блин, с одной стороны три, с другой два. Я понял. А я сначала вот этого момента не понимаю. Ну, получается, клещи сейчас реально. Синерджи отлично заточили сейчас по СЗ с двух сторон. Отработали, всегда работали в большинстве. Двое стреляли всегда по одному, трое всегда стреляли по двоим. Ну, и по чуть-чуть разобрали. Даже не пришлось добирать до конца базу. Да. Надо сказать, что Синерджи изначально собирались как команда, вот, большинство команд, которые у нас здесь представлены, они собирались как клан, который воюет на глобальной карте, потом уже стали выставлять команды для чемпионатов. А Синерджи изначально собирались как команды для чемпионатов. То есть, они в принципе не воюют на глобальной карте, как таковое, они ее игнорируют. Уже воюют? Уже воюют, да. По-моему, не воюют. Не, команда, именно сами бойцы команды. Воюют, да? Воюют, Гагидзе говорит. Вот Гагидзе поправляет меня, что воюет. Но знаю, что собирались, они именно прицелом на чемпионаты. Гагидзе привередливый, не хочет пить холодный чай. Ну что ж, 14 секунд. Последний бой, последняя сходка. Остается. В этом матче, да. Ну и посмотрим. Может быть, ПЗЗ все-таки только с минимальным разрывом отпустят Синерджи дальше. Заметь, у нас опять появился ИС-3 в сетапе. А на этот раз у АКЗ. Да, и АКЗ сейчас вот покажет. Альфа-страйк, кстати, у него очень хороший. Да, высокий, очень высокий. И в городских картах это зачастую очень важно. Потому что выехал, разрядился. Кстати, RedRush Team 2 вчера брали с собой ИС-3. Ну и неплохо у них это получилось в бою против первых Рашей. Приключись, пожалуйста, сейчас на мою камеру. Один из редких моментов. Когда у моего танка еще 9 хп, а экипаж уничтожен. Да, вот у нас такое бывает, кстати. Время времени случается. Но я тебе скажу так, что Принц Евгений, Сноу, АКЗ вместе с Рузом и БСХЗ сейчас поехали по железке. И, кстати, есть засвет и видят они. Просто видят всех. Просто перестрелка через всю карту сейчас происходит. Сейчас только один Сноу получил. Ну и АКЗ, и Принц Евгений сейчас едут просто по другой платформе. И сейчас прорываются просто. Сейчас будут пытаться обойти Синерджи с другой стороны. А Синерджи тем временем просто начинают ехать вперед. Тоже вперед. Жаняли свой любимый перрон. Встречный Раш. Видно сталкера Вей. Ну и, кстати, для него... Видно тамплеера. И, кстати, для обоих может быть большой проблемой. Потому что Толик и Сноу, и еще Толик 2033 сейчас их просто фокусят. Ты посмотри вот сюда, что происходит. Стрельников и Рочес. Пока там все вот это вот, замесы какие-то. Едут. Они под шумок спокойненько едут на вражескую базу просто. А где светляки у БСЗ, кстати? БСЗ там, где и были. Руз и БСХЗ сейчас рядом с АКЗ и Принц Евгейном. То есть, вот мне кажется, Синерджи сейчас выигрывают в значительной мере из-за того, что очень грамотно используют эти два танчика первого левела. Два света? Да. Но я тебе скажу, сейчас будет все решаться от того, как закончатся бой между Принц Евгейном и АКЗ. Ну, однако, сейчас уже у Синерджи одно преимущество в одного тяжа. Да, есть. И сейчас Схиллбакс будет помогать. Толик сейчас на лоу хп отстрелялся. По сталкеру всего 43. Боже, что это за урон? Сталкер минус 300. А Толик тем временем 124 хп. Да, но прячется, он активно прячется за сноу. Силлбакс, он шотный. Уходит за вагоны. АКЗ тоже. Ай-яй-яй-яй. Сейчас ПЗЗ просто под всеми стволами, под какими только можно. Минус. Принц Евгейн. 61 хп у АКЗ. Минус АКЗ. Минус АКЗ. Вот так вот, практически в сухую, потеряв только там плеера. Минус Толик. Есть, минус Толик. Ну и остался Толик 79. И захват базы пошел уже, два светлячка, исправно отрабатывают свой хлеб. Да, не зря их взяли, видно. Сталкер Ве 292 по Толику и пропадает из-за света сейчас. Вот так вот. Толик 4 благодарит противника за бой, уже все понятно в данном бою, в данном матче. Толик от Дорна 30-35 и 260 хп. Сталкер Ве будет добирать, скорее всего. Нет. Нет, Дорн. Дорн добрал. Без ХЗ, это последний. Промахивается Сталкер Ве сейчас по Без ХЗ. Будет давить, мне кажется. На гусеницах стоит сейчас Без ХЗ. Да, просто нет. Нет, добил. Все-таки застрелил. Решил уже так не зевать. Отлично, 4-1 в пользу Синерджи. Поздравляем ребят, они эффективно удерживают сейчас свое третье место, ой, свое пятое место в ладере. Пятое место в ладере. Получают от нас три очки.